Почти полгода назад в Сургуте начал принимать гостевой дом дружбы народов. Это результат совместных усилий многих заинтересованных югорчан. На осуществление проекта региональной ассоциации некоммерческих организаций автономного округа из городской казны были выделены грантовые средства в размере миллиона рублей. В Сургуте появилась удобная, просторная площадка, где созданы все условия для взаимодействия национальных обществ и автономии, решение совместных задач и воплощение новых позитивных и полезных для города инициатив. Здесь проходят тематические вечера, лектории, мастер-классы, обучающие семинары. Главная идея – сохранение национальных традиций этносов, проживающих в округе. На днях в Доме дружбы состоялась встреча с известным хантыйским писателем Еремеем Айпиным. Еремей Данилович сам по себе человек очень интересный. Он всегда наполняет всех каким-то своим видением развития территории Ханты-Мансийского округа, но в том числе и Сургута, конечно. И он человек очень мудрый, и каждый его совет, каждое его взаимодействие с лидерами, в том числе национальных автономий, это, безусловно, обогащение. Это какие-то традиции, это какие-то обычаи, это какие-то его замечания. Поэтому к мудрым людям всегда радостно прислушиваться. Стоит сказать, заслуги общественного деятеля оценивают высоко не только земляки. В начале апреля югорскому автору Еремею Айпину вручили Всероссийскую литературную премию «Гипертекст» имени Александра Чаковского за роман «В поисках первой земли». На встречу с писателем в Дом дружбы народов пригласили лидеров национальных общин и диаспор Сургута. Книги Еремея Даниловича издавались и в республиках Советского Союза, и в странах дальнего зарубежья. В процессе общения выяснилось, что один из участников диалога даже сам переводил произведение Айпина на родной язык. Сейчас Санкт-Петербургское издательство «Пальмира» выпустило в свет еще четыре книги авторитетного хантыйского писателя. Каждая книга имеет свою судьбу, они рождаются по-разному. Одна книга называется «Ханты» или «Звезда утренней зари». Это роман о периоде, когда у нас начались здесь геологические изыскания, как первые геологи, нефтянники, газовики стали открывать месторождения нефти и газа на территории округа. И как с ними, значит, впервые повстречались коренные жители, охотники, рыбаки, оленеводы. Читательский круг, наверное, это те, кто здесь приехал осваивать землю, геологи, геофизики, новопоселенцы.